Владимир, наш любимый мэр лучше бы обещание выполнял, решал проблему пробок, а не запрещал движение форку. Владимир пишет, ну вот он таким способом хочет проблему пробок решить, в том числе. Ну почему, делается же что-то еще. Да. В общем, типа выделенных полос, тех же самых. Сообщение из жизни хрюшек. Из авто кидают мусор в окно. Госномер К, 966, Светлана Олег. Позор. 190 регион. Вот, давайте общественная фу, этому автовладельцу. А фуры на МКАДе исчезнут. Давай это читаем, да уж. Ну, пожалуй, все. У Лугбек, не будем вступать в полемику, пожалуй, эта тема слишком мощная для вас. А у нас радио вроде как для всех. Пишите смс-портал по-прежнему к вашим услугам. Номер телефона для смс-сообщений. 8-925-00-87-9. Ну, и сейчас возвращаемся к ситуации на торговых площадках. В каком настроении инвесторы завершат эту торговую неделю? Спросим у старшего аналитика, управляющего компанией «Капитал» Виктора Маркова. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Как мы с ним закроемся, по вашим ощущениям? Ну, мы сейчас пока настроение не очень хорошее. Рынок снижается. Индекс МВБ на данный момент минус 1%. Если говорить о причинах, то основная причина – это отсутствие договоренностей в США между республиканцами и демократами по поводу секвестр бюджета. Ну, а сегодня президент Обама встречается с конгрессменами, чтобы в последний раз избежать расходов. Также поводом для снижения российского рынка стал выход плохой и макростатистический в еврозоне, поскольку безработица выросла в еврозоне хуже ожиданий. Если говорить о лидерах рынка, то сегодня в Плюсе торгуются акции телекоммуникационного сектора, акции МТС и Мегафона, поскольку у МТС очень хорошая дивидендная история. Мегафон вчера опубликовал, что за четвертый квартал до предыдущего года рубль сегодня ослаб относительно долларов на 15 копеек. Неск маркетбренд снизился около полтора долларов. На текущих уровнях можно ожидать отскока российского рынка вверх. Спасибо. Это был старший аналитик, управляющий компанией «Капитал» Виктор Марков. Клуб главных редакторов на радио Сити-ФМ. Мы спешим приветствовать заместителя главного редактора еженедельника «Мир новостей» Андрея Авдонина. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Что обсудим с вами? Ну вот сегодня Собянин сделал заявление по поводу того, что не планируется строительство многих мечетей, как хотели представители мусульман. И обосновал это тем, что вообще-то в Москве только 10% из всех тех, кто ходит в мечеть, являются мусульманами, наверное. Являются москвичами. Поэтому строительство мечети для иногородних вроде бы не очень логично. Заявление, наверное, правильное, и большинство поддерживает москвичей это, но это не снимает проблему. Дело в том, что как какой-нибудь мусульманский праздник крупный, так на проспекте мира просто яблоко негде упасть. От желающих мусульман попасть в мечеть или хотя бы рядом с мечетью постоять и, ну, религиозных существует деяния. И на самом деле привозят их автобусами из Московской области. У нас редакция недалеко находится, и мы видим это десятки тысяч, там, как-то, говорят, больше 120 тысяч человек. Они все на улице Щеркин, на улице Дурово, там, чуть ли не на козетках, установятся на колени. Ну, и толку от того, что мы не будем строить мечеть. Может быть, надо все какие-то, ну, как-то договариваться с диаспорами, силовые какие-то меры превентивные, чтобы сюда не приезжали. Если, как говорит Собянин, только 10% москвичей среди этой массы, мусульман, которые хотят праздновать в молитве какие-то свои праздники, то, наверное, надо остальных-то 90% каким-то образом у нас правоохранительные органы должны отсечь и не пустить в Москву. А так, получается, молиться им негде, и они молятся по... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...